Вера 24 Их бывает очень много, порой в одном месте собирается более 50 человек, и тем, кто служит, им очень трудно. Я прошу родителей относиться с пониманием, отнеситесь с пониманием, потому что у нас случаи происходят, когда дети, они убегают со служения, и мы их ловим на дороге, вот там вот. Слава Богу, что еще никто никуда не попал, но это так опасно. Поэтому я прошу вас, наставляйте ваших детей, чтобы они слушались воспитателей, чтобы они слушались служителей, ведете их в церковь, наставляйте, пожалуйста, ваших детей. Потом второй момент, уважайте тех, кто вам делает какое-то замечание по поводу вашего ребенка. Не надо так реагировать очень бурно, и больше я в церковь не приду, и все здесь плохие. Вам делают адекватные, нормальные замечания, чтобы вы обратили внимание на это. Это для вашей пользы, друзья. И у нас есть здесь служители детские? А? Служат. Вы их знаете, да, вот. Кто есть здесь, встаньте, пожалуйста, вот люди, которые служат. Вот. И подростковые тоже служители, да. Вот. Эти люди встречают ваших детей, и будьте им благодарны. Мы не сможем за два часа их воспитать здесь. Мы не сможем. Воспитывать надо дома. Но мы поможем им. И поэтому я прошу вас, относитесь с уважением. Приходите чуть раньше, сдавайте ваших детей. Не просто посылайте их в коридоре, иди в детскую комнату. Сдавайте их лично, преподавателю, и сами забирайте. Расписывайтесь за них, за этих людей, за ваших детей. И еще у нас возраст ограничен. Мы принимаем в детскую комнату с трех лет. С трех лет. Мы принимаем в детскую комнату с трех лет. Поэтому, пожалуйста, с трех лет сдавайте своих детей. Если нет, то вот рядом соседняя комната, где есть трансляция, либо, пожалуйста, сидите в зале, обеспечьте комфортное пребывание для других людей, чтобы ваш ребенок не мешал. Если вам приведут ребенка из детской комнаты, из детской комнаты, потому что он не слушается, пожалуйста, не отпускайте его. Возьмите его. Лучше встаньте, не послушайте проповедь, чем потом все мы будем переживать. У нас были случаи, когда чуть дети в окно не выпадали. И, пожалуйста, пусть они не ходят здесь, туда-сюда. Сидите, держите его за руку. Если вы выходите, если он пошел куда-то, идите вместе с ним. Опасно. Лифт, четвертый этаж, открытые окна, лестничные площадки. Пожалуйста, мы не уследим. Вы ответственны в первую очередь за ваших детей, а не мы. И, пожалуйста, несите эту ответственность. Ну и здесь, когда ваш ребенок плачет, встаньте, выйдите с ним. Не надо, чтобы всю проповедь и пастор мучился, и рядом те, кто с вами сидит, тоже мучились. Мы понимаем, что его голос, он самый сладкий для вас. И вы наслаждаетесь. Но для некоторых самый сладкий голос в этот момент – голос пастора. Слава Богу за вас. А два сладких голоса. Я понимаю, что у нас два уха. Но у нас, знаете, диссонанс получается, когда в каждой из ушей звучит разная мелодия. Поэтому уважайте друг друга. Я вас очень прошу. И еще у меня такое объявление для вас. Друзья, в последнее время засилие церквей и рост церквей в городе Сочи. Откуда только не приезжают. Магадан не едут, Махачкалу не едут. Все едут бесов гонять в Сочи. Почему-то здесь самая большая концентрация. Кто-то мне однажды сказал, что они в Махачкалу не едут бесов гонять. Потому что я говорю, здесь они бесов гоняют, а в Махачкале бесы их гоняют. Поэтому и не едут. И я вас очень прошу, мы не держим людей, ну как бы не удерживаем. Каждый из вас для нас дорог, для нашего сердца. Мы очень хотим, чтобы вы с нами были до конца. Очень хотим. Я переживаю, когда люди уходят из церкви. Но держать насильно не могу никого. И удерживать не могу. Потому что вы не принадлежите мне, вы не принадлежите церкви. Я не имею на вас никакого права. Я за вас не умирал. Иисусу Христу вы принадлежите. И когда человек говорит, что он идет в другую церковь, мы его обычно благословляем. Если он не уходит со скандалом, если он не уходит с какими-то там неплохими делами, которые он сначала здесь совершил, и мы его обличали. И он не слышит нас и пытается уйти и еще за собой людей утянуть. В таком случае, да. Но когда человек цивилизованно, мирно уходит, мы благословляем. Да, наше сердце, оно сожалеет об этой утрате. Но все-таки мы видим, что он идет в другую церковь. И вот смотрите, сегодня открываются абсолютно разные церкви, которые открываются людьми, обиженными порой, не нашедшими своего служения в союзе, в другой церкви, ушедшими без благословения. Которые сами себе придумали, что они пастора. И они открывают церковь, и может быть даже какие-то дары у них есть. И люди без исследования, они бегут в такие церкви. Я сегодня смотрю фотографии, сегодня можно все следить по фейсбуку. И смотрю, одни и те же люди ходят по всем церквям в городе Сочи. Якобы ищут себя. И мне жалко этих людей, друзья. Не бегайте за чудесами. Вот сегодня открылась церковь, я не буду названия говорить, не помню. Они бесов гоняют. Ну такое ощущение, что они из одних верующих в других этих бесов перегоняют. Ну что, вы всю жизнь будете бесов гонять, что ли, друг из друга? Вы идите туда, где здравые учения. Здравые учения, вот приоритет. Даже если там чудес нет, но есть здравые учения, это уже лучше. Уже лучше. Самое главное. Бог устроил так, чтобы мы изменялись. Преображали его, приобретали его образ. А не просто чудеса каждый день наблюдали. Это здорово, это классно. И пусть они сопровождают нас. Но важно изменяться. Если вы будете видеть чудеса, которые видел Иуда, Искариот. Он больше всех видел чудес, друзья. Мы столько не видели чудес. Он рядом с Христом ходил, но не изменился. Это важный урок. Потому что сказано, когда Иисус 12 набрал, Он сказал, среди вас есть один, который предаст Меня. И Он так не поменял эти мысли за три года. Он так и предал. В этом Его главная ошибка. Поэтому надо меняться. Это самое главное в христианстве. Если вы уходите, подойдите ко мне, пожалуйста. Поговорите со мной. Если вы ищете какую-то здравую церковь, мы вообще не с пасторами. Я вам порекомендую даже куда идти. И вы пойдете и будете. Если вам все надоело здесь, я вам надоел, не так проповедую. Пожалуйста, идите, благословим вас. Но пойдите в здравую церковь. Сегодня есть такой Михаил Иванович Кендрук. Он отлучен, друзья. Отлучен от всякого служения. Письмо есть. Союз его отлучил. Снял с него пасторские регалии. Снял с него все, что можно. Люди пошли туда и сидят с ним. Вы на что надеетесь? У церкви есть власть, друзья. И если церковь отлучает, Иисус не прилучает потом. Хотите вы в это верить? Не хотите вы в это верить? Но так есть и так было. Я за вас переживаю. За ваше христианство. За ваше спасение переживаю. Больше ни за что. Во благо вам говорю эти слова. Пожалуйста, примите их здраво. Хорошо? Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу за то, что новые церкви открываются. Ну пусть они будут здравыми. Пусть они будут истинно открытыми. И будут проповедовать. И бесов изгонять. И исцелять из неверующих людей. Из неверующих людей. Чтобы эта церковь еще больше достигала неверующих людей. А каждая новая открытая церковь достигает члена в церкви другой церкви. Ну это неправильно. Вот бегаем мы из одной церкви в другую. Поэтому, друзья мои, вот такое у меня к вам послание. Продолжим говорить о приятном. О более приятном. Слава Господу. Последний раз я говорил об удовлетворенности. О том, что хорошо бы в своей жизни иметь удовольствие от того, как ты живешь. Потому что многие верующие живут и не испытывают никакого удовлетворения от своей жизни. И тогда такая жизнь, она серой. Серой получает. Знаете, я честно говорю, это мое личное мнение. Не судите меня строго. Не кидайте в меня камнями сразу. Вы подумайте над этими словами. Человек, который, христианин, который живет без радости, я сомневаюсь, что он христианин. Еще раз повторю. Христианин, который живет без радости, я сомневаюсь в его христианстве. Можно какое-то короткое время печалиться. Можно какое-то короткое время огорчаться. Но когда ты смотришь, он постоянно мрачный. Он постоянно смурной. Он постоянно недовольный. У него проблема. Все, что нам нужно для удовлетворения, это Господь, который всегда с нами. Не важно, что происходит во внешнем круге твоего окружения, важно, что происходит внутри тебя. И если Господь сказал, не оставлю тебя и не покину, и в любых обстоятельствах Он с тобой, тебе этого достаточно для того, чтобы жить удовлетворенной жизнью. Ничего другого не надо для христианина. И если христианин поймет это, он всегда будет довольный. Будьте всегда довольными и удовлетворенными своей жизнью. А сегодня мы поговорим о том, как оставаться спокойным. Тема моей проповеди, или как оставаться в мире, как не потерять мир, который дает нам Господь. Тема моей проповеди называется «Штормит, а я спокоен». Да, повернись соседу, скажи, и в штормах я буду спокоен. Да, и в штормах я буду спокоен. Вспоминая, как в 2007 году мы впервые приехали в Республику Абхазия для того, чтобы провести там свой отпуск. Я приехал со своими двумя любимыми женщинами, у меня их больше, еще третий есть, мама моя, а это была моя супруга и моя теща. Не удивляйтесь, мужчина, у меня с тещей все нормально. Поэтому, да, 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 можете сдать. Мы с ней лучшие друзья. Хотите найти подход к вашей супруге, найдите подход к вашей теще. И у вас жизнь наладится. Она сама будет вашу супругу потом научать и обучать, как с вами вести, как у меня происходит. И вот мы приехали, и когда отдыхали в этой стране, мы услышали о красоте озера Ритца. Кто там был, они знают, да, это красивое озеро. И вот мы решили поехать на следующий день на это озеро. Уже договорились с людьми, которые нас отвезут. Женщины мои возбужденные говорят, да, все, поедем. Собирались уже, планировали, как это сделаем. И вдруг вечером я узнаю от них, что они передумали. Вот резко им стало плоховато. Они стали испытывать недуг какой-то и не могут поехать, останутся, наверное, дома. Ну, я поехал один, побыл на этом озере, вернулся. И потом вдруг я узнаю, спустя уже какое-то время, что в это время, когда мы готовились поехать на это озеро Ритц, они услышали от кого-то, что дорога на это озеро очень опасная. Она идет прямо по краю ущелья, и можно сорваться на транспорте в это ущелье. И они вот так вот себе нафантазировали, что когда они будут ехать на транспорте, на котором будут их везти, вот этот водитель, он обязательно не справится с управлением и сорвется в эту пропасть. Вот никто не срывался, а их транспорт, он обязательно упадет в ущелье. И они представляют, как они уже летят в это ущелье, кувыркаются в этой машине, потом лежат на дне этого ущелья такие бедные, и их даже некому вытащить из этого ущелья. Похоронить-то никто не отвезет на свою родину. Знаете, вот останутся там зверми объеденными. И знаете, что я понял? Что страх, вот эта попытка лишить себя мира, и страх, который они впустили в свое сердце, он не позволил им достигнуть того, чего они хотели. Вот так вот излишняя забота о себе, друзья, она переходит в тревогу, впускает в ваше сердце страх и лишает вас всякой возможности достигнуть желаемого. И Павел в послании к филиппийцам пишет такие стихи. Послание к филиппийцам, 4 глава. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Павел говорит нам, чтобы мы не заботились ни о чем. И когда мы читаем это послание, то, наверное, у нас так же, как у филиппийцев, возникает логичный вопрос. Павел, как в такой век тревоги не заботиться ни о чем? Посмотри, рубль постоянно дешевеет, другая валюта постоянно дорожает, продукты все дороже и дороже, бензин дорожает. Посмотри, страну санкциями обложили, вот-вот война начнется, и в таких условиях невольно возникает вопрос, как нам дальше жить, что нам дальше делать, как будут наши дети, ладно мы, как дети наши будут жить дальше. Что происходит? Это тебе, Павел, хорошо. Ты сидишь в римской тюрьме, тебя охраняют, три раза в день дают тебе еду, конечно, ты ни о чем не заботишься. Но хочу напомнить, что в римской тюрьме было не так, как сегодня даже в тюрьме. И при этом Павла в любой момент могли казнить. Я слышал однажды историю от людей, которые ждали смертной казни в камере смертников, что каждый шорох в этом помещении, открывающаяся ли дверь, лязгающий ли замок, шаги по коридору, они вызывали в человеке ужас, потому что он представлял, что это последние мгновения его жизни, он не мог успокоиться, разные картины пролетали в его голове. И тревога появлялась такая, что она начинала снидать такого человека изнутри. И не зря говорят, что ожидание смерти гораздо хуже, чем сама смерть. Но Павел говорит, послушайте, я нашел секрет, я нашел секрет, как оставаться спокойным в обстоятельствах, которые восстают на вашу жизнь. И он говорит, нужно иметь мир Божий внутри себя. Мир Божий, он будет соблюдать ваши чувства. Мир Божий, он будет соблюдать ваши помышления в Иисусе Христе. И вы сможете оставаться спокойным. Павел говорит, я вот посмотрел, скорее всего, на стражника, и вижу, что вот этот стражник, он никого не пускает в тюрьму. Вот если вы будете иметь этот мир, то мир, он как этот стражник, будет охранять ваше разумение. Он не будет ничего постороннего впускать в ваш разум. А если что-то попадет внутрь вас, то этот стражник, он примет меры для того, чтобы выгнать это плохое изнутри. Так ведут себя стражники в тюрьме. И Павел, находящийся в тюрьме, он пишет людям, он говорит, вот как надо мир иметь внутри себя. И у меня логичный вопрос, а как же его иметь, этот мир внутри себя? Как его сохранять и как его приобретать? И чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на ситуацию, которая произошла с учениками Иисуса Христа. Мы ее находим в Евангелии от Марка в 4 главе, в 35 стихе. Здесь написано, Евангелие от Марка, 4 глава, 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив, народ взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем. И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Эта глава начинается с того, что Иисус Христос, как обычно написано, или в очередной раз там написано, сел учить у моря. И когда мы смотрим на то, как служил Иисус Христос, мы видим, что у Него всегда было огромное скопление людей, что Он учил от утра до вечера, а потом еще наедине со своими учениками разъяснял им, что они не поняли из Его учения. Он как бы отдельно им еще повторял это учение более подробно и разъяснял. И в этот раз тоже так же было. Он с утра учил уже тех людей, которые пришли к Нему. И естественно, Он устал. И Он сказал своим ученикам, приготовьте лодку, сядем в лодку и переберемся на тот берег. Так и сделали. Они приготовили лодку, сели в эту лодку, и поплыли на другой берег. Но здесь разыгралась буря. Вы знаете, в нашей жизни тоже так бывает. Мы уже сели в лодку нашей жизни и поплыли к какой-то цели. Но вдруг, на пути к этой цели разыгралась буря. Мы не ожидали этой бури. Мы не ждали, что так будет. Наверное, море было спокойное, когда они отходили от одного берега. И мы тоже так, когда отправляемся в свое путешествие, в свое плавание, вроде бы ничего не предвещает беды. Но вдруг, посреди, вдруг, ни с того, ни с сего, посреди моря разыгралась большая, огромная, сильная буря. И ученики начали переживать. Они начали в тревоге, наверное, бегать по этой лодке. И знаете, было от чего переживать, потому что в этой лодке были профессиональные, если можно так сказать, рыбаки. Был Петр, был Иоанн, и был Иаков. Их взял Иисус от сетей. Они не раз ходили по этому морю. Они знали характер этого моря. И они видели, что в этот раз совсем все по-другому. В этот раз ветер сильнее, чем обычно. В этот раз война больше, чем обычно. И воды в лодке больше, чем всегда. И они понимали, что это закончится трагично. Они не сразу, наверное, начали бегать от ветерка небольшого. Они увидели, что проблема пришла. Они поняли, что своими силами они с этой проблемой не справятся, что воды уже много в лодке, и что лодка вот-вот уже пойдет ко дну. У них был опыт рыбацкий. И знаете, что я увидел? Что наш опыт жизненный, он порою говорит против нас или против нашей веры. Он не дает нашей вере противостать тем обстоятельствам, которые встают на нас. Потому что жизненный опыт говорит об обратном. Жизненный опыт говорит, что от рака не исцеляются. Многие умирают. И когда приходит болезнь в твою жизнь, ты опытом начинаешь пользоваться. Жизненный опыт говорит, что из этих обстоятельств без повреждений не выходят из печи не сгоревшим. Нельзя выйти из печи, выходят только пеплом. Жизненный опыт говорит, что невозможно толстым стенам упасть. Они никогда не падали от крика армии. Их надо стенобитными оружием бить, разбивать. Их надо перелазить, надо атаковать. И жизненный опыт, он всегда становится на пути у нашей веры. Надо сказать, что в нашей жизни, друзья, вообще есть как минимум два типа бурь. Первый тип бури, он возникает тогда, когда мы уходим от истины, когда мы уходим от Божьей воли, когда мы сворачиваем с того пути, который Бог нам предназначил. Здесь все просто, здесь надо возвратиться назад, на путь истины. А второй тип бури, он возникает внутри нас, когда мы сами своими чувствами, своими эмоциями поднимаем внутри себя волны, заглушая звук веры. Так как же нам противостоять? В первом случае понятно, возвратиться. Вот во втором случае я хочу дать вам сегодня практические уроки. Как противостоять или как не поднимать эту волну внутри себя? И если она поднялась, то как ее успокаивать? Напоминаю, когда Иисус учил, возвращаясь назад, своих учеников, Он рассказывал им притчу о сеятеле. И потом, когда они остались одни, Он им сказал такие слова в Марка 4, 24. Он сказал, замечайте, что слышите. Перед тем, как переплыть, Он им сказал, замечайте, наедине, не всем людям. Вот собрал этих 12 учеников, смотрел им в глаза и говорил, замечайте, что слышите. Замечайте. И мы должны замечать, что мы слышим, потому что веру рождает Слово Божье. И когда мы не слышим голос Божий, то наша вера всегда оскудевает, друзья. И первое, что нам нужно сделать для того, чтобы иметь способность преодолеть бурю. Замечайте, какие слова вы слушаете, друзья. Замечайте, какие слова вы слушаете. Чьи голоса звучат в вашей голове. Если вы позволите дьяволу или вашему опыту говорить вашу жизнь, то, скорее всего, это печально закончится. Когда ученики разбудили Иисуса Христа, Он их упрекнул в неверии или в маловерии. Он сказал, отчего вы такие маловерные? Послушай, Иисус, а как тут иметь веру? Это тебе хорошо, ты спишь, ты даже не видишь, что происходит. Но мы-то знаем, наш опыт подсказывает, что мы сейчас пойдем ко дну. Какая вера здесь может спасти? Но Иисус им говорит, вы маловерные. Почему маловерные? А потому, что когда мы садились в лодку, я вам сказал, что мы переправимся на тот берег. Я вам не говорил, что мы утонем посреди моря. Я сказал, переправимся на тот берег. И перед этим я вам сказал, замечайте, что слышите. Но ученики не услышали эти слова. А если услышали, они не вспомнили об этих словах в трудную минуту своей жизни. Так и мы порой имеем слово от Бога. Но когда приходит трудная минута нашей жизни, голос опыта, голос обстоятельств, страх, они заглушают это слово от Господа. Поэтому замечайте, что вы слышите. И второе, позвольте Богу и Его Слову быть главным режиссером в твоей жизни. Если вы услышали слово от Бога, то позвольте этому слову сценарий писать для вашей жизни. Когда я попадаю в трудные обстоятельства, я быстро справляюсь со страхом одним способом. Я опираюсь на будущее для моей жизни Слово Божье. Есть пророчество для моей жизни. Есть Слово, которое устремлено в будущее. Либо я в Писании его читал, либо в пророчестве слышал, либо Господь в мое сердце проговорил. И это Слово есть. И когда приходит опасность, которая может быть граничит с моей жизнью или с моей смертью, я вспоминаю это Слово и я опираюсь на это Слово. Я помню, как однажды мы летели в самолете и он попал в чрезвычайные обстоятельства. Трижды мы при боковом ветре заходили на посадку. Сели с третьего раза. Первый раз мы заходили на посадку и такой сильный ветер был, что самолет вот-вот коснулся колесами взлетной полосы и был сдут просто. Все вскрикнули в самолете. Он поднялся опять. Второй раз мы зашли на посадку. Если первый раз так многие это еще с оптимизмом смотрели в будущее, то после второго раза когда самолет не сел у всех оптимизм уже в глазах погас. И я смотрю переживания ужас. А я писал какую-то проповедь. И я писал ее спокойно вообще не реагировая на то, что происходит. И сосед по самолету у меня спросил как вам удается оставаться невозмутимой в такой ситуации. У вас наверное стальные нервы. Я говорю нет, у меня стальной бог. У меня бог стальной, а не нервы. И я ему говорю знаете, я верю Слову Божьему, я верующий человек. Он говорит я верующий. Я говорю ну я верю Слову Божьему. И вот на мою Слову, на мою жизнь Бог высвободил Слово в будущее. И знаете вот по его сценарию, по Божьему сценарию, сценарий я свою роль еще до конца не сыграл. Поэтому я не переживаю что мой сценарист уснул. я знаю что тот кто писал сценарий моей жизни он соблюдает этот сценарий и если видит какие-то отклонения дьявол пытается самолет разбить он говорит подожди внука вон еще сценарий не до конца сыгран. поэтому я остаюсь спокойным потому что я знаю что я еще не все сделал что мне предназначил Бог оставайтесь спокойным и позвольте Богу писать сценарий вашей жизни Слову Божьему писать сценарий вашей жизни в том году мы поехали в отпуск мы с моей супругой тещу видите она часто со мной в отпуск ездит я прям уже проповедую думаю слушай постоянно теща со мной в отпуск и мы остались у моей мамы на моей малой родине а теща она поехала к своей родной сестре и вот мы с моей супругой поехали убираться на могилах у ее папы и мы приехали и пока она там траву щипала я ей помогал как мог в машине вот мы работали с ней на пару я молился она траву щипала на сёпором и вдруг я взял телефон и смотрю в телефоне штук наверное 20 пропущенных звонков от моей любимой тещи ну думаю ладно оставлю уберемся потом перезвоним мы убрались я в машине жена на кладбище да у нас вот так вот и потом перезваниваем ей смотрим там голос тревожный невероятно мама что случилось где вы пропали что с вами случилось я на такси уже еду к вам да тормозни такси не едь к нам не надо никуда что случилось она говорит звоню вам вы трубку не берете звоню маме моей своей свекрови трубку свахе трубку никто не берет она звонит на домашний телефон а у мамы у нее муж он чуть-чуть глуховатый он не слышит домашнего телефона он тоже трубку не берет она опять мне опять маме а мама моя она пошла в парикмахерскую Марина когда приезжает она порядок наводит у них на головах на лицах везде она из них делает молодых бабушек вот она отправила маму в салон мама сидит в салоне ей там голову моют стригут ее еще что-то делают маме не до телефона раз в год позволить себе такое и наслаждаться любая женщина знает как там в салоне хорошо а мы убираемся на кладбище я в машине жена я говорю мама что ты так тревожишься она говорит вы представляете я звоню один не берет трубку другой не берет трубку третий не берет трубку я думала что вы в бане угорели я говорю мама я все понимаю ну как мы втроем ладно вдвоем с женой но втроем я не хожу в баню как ты себе это представляешь представляете вот в таком состоянии человек даже адекватно подумать не может страх он лишает нас адекватности страх он лишает нас даже трезвости какой-то мы начинаем придумывать себе непонятные вещи кто когда-нибудь когда беспокоился за своих детей сказал ответил себе почему он не пришел вовремя домой что он нашел наверное лотерейный билет в который выиграл миллион и поэтому задержался пошел деньги крупные получать никто так не думает все сразу начинают думать о негативном и начинают позволять дьяволу и страху рисовать сценарий сразу мысли сразу негатив сразу картины начинают проплывать в вашем взоре давайте попрощаемся с нашими телезрителями друзья выбирать вам кто будет режиссером в вашей жизни и выберите лучше господа третье говорите в свою жизнь правильные слова иногда буря в нашу жизнь приходит от того что мы сами говорим неправильные слова мы постоянно находимся в негативе постоянно говорим себе негатив постоянно смотрим на ситуацию на обстоятельства в негативном взгляде и постоянно с наших губ слетают негативные слова а у некоторых они слетают с уст они даже не задумываются о том о чем они говорят например моя бабушка она в конце своей жизни очень переживала о том что сойдет с ума и она постоянно об этом говорила постоянно я сойду с ума я сойду с ума я сойду с ума я боюсь лишь бы под старость и не сойти с ума ее все успокаивали но она не успокаивалась и так она и сошла с ума к концу своей жизни посмотрите за своими словами что вы говорите некоторые говорят ты сведешь меня с ума слышали вы меня с ума сведете дети или я в шоке от всего происходящего шок это парализация то есть я парализован от всего происходящего или вы хотите моей смерти вы сейчас точно хотите моей смерти друзья чтобы понять что вы говорите вы после каждой сказанной фразы добавьте такие слова это как раз то чего я хочу на самом деле вы точно меня сведете с ума и дальше фразу продолжаете это как раз то что я хочу на самом деле я в шоке я парализован сейчас это как раз то что я хочу на самом деле и если когда вы добавите эти слова будет нелепая фраза получаться откажитесь от них не говорите следите за своими устами ибо от уст наполняется наше чрево от слов наших уст от того что мы произносим в свою жизнь то и слово оно материализуется Иисус вначале был словом а потом стал плотью наше слово оно тоже становится плотью сказано ли оно с верой или сказано оно в страхе оно материализуется друзья Бог дал ему слову такую способность потом поэтому говорите слова позитива в свою жизнь в жизнь своих близких в свою жизнь если вас не устраивает ситуация если вы живете в городе плохом в квартире в плохой на работе на плохой работаете на машине плохой ездите не знаю что еще начните говорить слова позитива в свою жизнь начните говорить что это временно это временно это все закончится Бог дал для меня лучшее это временно это все закончится Бог дал для тебя лучшее Бог дал для тебя лучшее аллилуйя воздайте ему хвалу он достоин четвертое вот здесь вот очень надо постараться вам или нам имейте правильное ожидания в своей жизни. Имейте правильные ожидания. Кто вам сказал, что ваша жизнь, она будет вообще беззаботной? Кто вам, где вы в Библии нашли, что у вас не будет проблем в жизни? Где? Где это есть? Такого нет в Библии. Почему верующие придумали себе, что они будут жить беззаботной жизнью? И когда трудности приходят в их жизнь, они в конфузии оказываются. Они оказываются в проблеме. Они разочарованы. Как это так? Как Бог допустил трудности в мою жизнь? А почему и нет? Разве Слово Божье не говорит Ефесянам 6.13 «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли жить в неге». Так написано. Представьте себе, воин во все оружие в мирной жизни по здесь ходят, по городу Сочи. Город Сочи, у него базука здесь, он весь вооружен, ходит по пляжу. Все в плавках, а он весь вооружен. Есть время отдыхать, но есть время и воевать. И Бог говорит, что здесь, в этом стихе, мы могли противостать в день злый. Он говорит, что день злой, он придет, он будет в нашей жизни. И мы должны все преодолев устоять. И для этого мы должны вооружаться. И для этого мы не должны разочаровываться, когда попадаем в стесненные обстоятельства. Потому что эти стесненные обстоятельства, они могут приходить в нашу жизнь. И ничего страшного в этом нет. Но правда заключается в том, что ты преодолеешь их, если будешь жить с правильным ожиданием. Потому что твой Бог, Он больше всех стесненных обстоятельств. И Он сам поможет тебе преодолеть эти обстоятельства и выйти из них без повреждения. Я заметил, что в трудных обстоятельствах от нас отлетают ненужные. То, что тяжело было тащить по этой жизни. Вот трудные обстоятельства не обрезают. То, от чего ты сам не можешь отказаться. Есть лишние вещи в нашей жизни, ненужные вещи в нашей жизни, которые надо было бы давно оставить. Но знаете, сердце так прилепляется, что ты не можешь отлепиться. И тогда ты попадаешь в трудные обстоятельства. И эти трудные обстоятельства отрезают эти ненужные вещи. И когда их отрезают, тебе поначалу больно. Когда человеку делают операцию, аппендицит вырезают, ему больно какое-то время. Но зато потом приходит облегчение. И вдруг ты начинаешь понимать, слушай, а я ведь действительно тащил балласт. Он не нужен был. Он тормозил меня в развитии. И сегодня вот эта ситуация трудная, она отрезала этот балласт. Она убрала его из моей жизни. Когда ученики сели в лодку и поплыли, Иисус им сказал, что мы переправимся на тот берег. Но Он не сказал им, что мы переплывем беззаботно. Что не будет бури, не будет волн. Вы читаете вот эту историю, и вы не найдете там, что Иисус сказал, без проблем, друзья, вообще без каких-либо проблем переправимся на ту сторону. Мы тоже однажды с Иисусом Христом отправились в плавание. Но Иисус не сказал нам, без всяческих проблем мы дойдем до Царствия Божьего. Он сказал, многими усилиями Царство Божье восхищается. Устоявший до конца, устоявший до конца, Он будет наследовать венец вечный. И многие таких, меня гнали и вас будут гнать. Много таких предупреждений, что в нашу жизнь придут трудные обстоятельства. И мы должны иметь правильное ожидание для того, чтобы не лишать себя силы в сражении. Потому что неправильное ожидание, оно всегда лишает вас сил. Для того, чтобы вы могли преодолеть их. Друзья, ученики увидели бурю и испугались. Им ничего не осталось делать, как метаться в страхе. И когда они разбудили Иисуса Христа, то они первые, что сказали Ему, тебе нет дела до того, что мы погибаем. Тебе нет дела до того, что с нами происходит Господь. Тебе нет дела до того, что я сейчас в таких сложных обстоятельствах. Это дьявол навязывает нам такую мысль. Он хочет нам сказать через обстоятельства, что Богу нет никакого дела до тебя. Бог оставил тебя. Бог забыл тебя. И сейчас ты сам проходишь эти обстоятельства. И поэтому тебе так трудно. Но это неправда, друзья. Бог сказал обратные слова. Замечайте, что слушаете. Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Не оставлю тебя и не покину тебя. А в книге Деяния во второй главе Павел цитирует слова царя Давида, который говорит, ибо Давид говорит о нем. Видел я перед собой у Господа всегда. Видел я перед собой у Господа всегда, ибо Он одеснуя меня, дабы я не поколебался. Бог одеснуя тебя, дабы ты не поколебался. Ни в каких обстоятельствах. Бог всегда смотрит за любыми обстоятельствами. Он контролирует их. Поэтому будь спокойным. И когда Он встал, Он сказал, умолкни, перестань. И буря прекратилась. И ветер утих. Бог всегда в твоих обстоятельствах скажет, когда нужны эти слова. Умолкни и перестань. И любая буря прекратится. Тебе только надо смотреть за тем, чтобы Иисус был в твоей лодке. Им было достаточно бы того, что Иисус был в их лодке. Иисус не сел в твою лодку для того, чтобы пойти ко дну. Это даже смешно, чтобы Иисус утонул в той ситуации. Чтобы море, которое Он создал, чтобы буря, которая Ему повинуется, они поглотили Творца. Такого не может быть. Если Бог в тебе, если Бог с тобой, то кто против тебя, скажи мне? Кто против тебя? Кто может быть сильнее Господа? Абсолютно никто. Главное, следи за тем, чтобы Он был в твоей лодке. И главное, разбуди Его вовремя. Разбуди. А лучше бы, чтобы ты не дал Ему уснуть в своей лодке. Ученики сделали первую ошибку. Они дали уснуть Иисусу в своей лодке. Неважно, как Он устал. Иногда Иисус задится в нашу лодку и спит в ней. И мы плывем, а Иисус спит на корме. И когда обстоятельства приходят, мы начинаем бегать, суетиться. А все, что тебе надо было, разбудить Его. Разбуди веру на своей корме. Не дай вере уснуть. Проблема заключается в том, что вера наша засыпает в трудных обстоятельствах. Нам надо разбудить ее и позволить вере действовать. Следи за тем, чтобы Бог был в твоей жизни. Бог из твоей жизни не уходит. Мы уходим. Мы отворачиваемся. Мы забываем видеть Его. Он-то всегда с нами. Он сказал, не покину, не оставлю. Но мы оставляем и покидаем. Но знаете что? Когда Бог в твоей жизни, Павел пишет в послании к филиппийцам, сам же Господь мира додаст вам мир всегда и во всем. Послушайте, всегда и во всем Бог дает мир. Не обстоятельства, не твой навык, а Бог Сам дает нам мир всегда и во всем. Господь со всеми вами. Павел говорит, Господь со всеми вами. Это не значит, некоторые говорят, Господь с тобой, чтобы ты ушел. Не об этом Павел говорит. Он говорит, Господь со всеми вами. Братья, поймите, сестры, поймите, что Господь всегда с вами. А Иисус говорит так в послании Иоанна, мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Иисус говорит, мир даю вам, не так, как мир этот. Если у вас будет Божий мир в сердце ваше, то оно не будет смущаться, оно не будет устрашаться. Этого будет достаточно для того, чтобы соблюдать наши мысли, наше помышление, наше чувство, наши эмоции в Иисусе Христе. Надо хранить мир. Бог его дает. Мы понимаем, где его взять? Бог дает. Дает каждому. Его не надо особо просить. Как только ты примирился с Господом, Бог дал тебе этот мир. Его надо хранить. Просто хранить, цепляться за Него. Наблюдать за Ним, чтобы Он был в твоем сердце. Не позволять Ему покидать твое сердце, твое разумение. Каким образом? Я вам дал несколько пунктов, как его хранить. Применяйте их в жизни. Применяйте их в жизни. И теперь самое главное. Знаете, ученики усвоили этот урок. Ученики усвоили этот урок. Потому что, когда мы читаем историю про Петра, который был схвачен и посажен в тюрьму, и он спал между двумя страшниками. Представьте, там сказано, что царь Ирод должен был вывести его и убить. Он должен был вывести. Давайте прочитаем. Книга Деяния, 12 глава. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь? Вывести это не просто из тюрьмы отпустить. Некоторые думают, вывести это из тюрьмы отпустить. Вывести это казнить хотели Петра. Церковь молилась прилежно, а Ирод хотел казнить Петра. Он хотел вывести его в ту ночь. Посмотрите, что написано. Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Вначале я говорил, те люди, которые ждут смерти, они постоянно в тревоге, они от каждого шороха скакивают. Петр так спал, усвоив урок Иисуса в этой лодке, что ангелу пришлось будить Петра. Представьте, ангел пришел и толкал Петра, вставай, Петр, он говорит, отойди, дай спать. Так сладко спится. Почему? Потому что мир был в его сердце, потому что он уповал всецело на Господа и не тревожился, что с ним произойдет. Аллилуйя. Он усвоил этот урок, который преподал ему Иисус. Друзья, вы никогда не обращали внимания на то, что предлагают человеку, когда он в панике или когда он переживает, когда он тревожится. Что первое ему предлагать? Вот нет ничего под рукой. Смотришь, человек тревожится, паникует. Что ему первое предлагают? Дышать. Ему говорят, дыши глубже, сделай вдох глубокий. И он сделай выдох. Давайте попробуем. Сделайте вдох, сделайте выдох. Еще раз сделайте глубокий. Чувствуете, как спать хочется уже. Ощущаете? Ощущаете, как спать уже хочется. И человеку говорят, дыши. Вы знаете, дыхание это то, что нам дал Господь. Без Него невозможно. Если ты хочешь ощутить, кто хочет ощутить жажду по Господу? Все хотят? Я предлагаю прямо сейчас, вот прям, вот прям за пять минут вас научу. задержите свое дыхание на девять минут. После третий такая жажда по Богу придет, потому что дыхание это Бог дал каждому из нас. Вы так захотите, чтобы Бог пришел в вашу жизнь, потому что воздух от Него. Вы захотите дышать, потому что жизнь дает Господь. А вы знаете, удивительно, что на иврите Дух Святой называется руах, ветер или дыхание Божье. Когда Бог сотворил человек, он вдохнул в него свое дыхание, и человек стал душою живою. А еще интересно, что в конце псалмов, в 150 Псалме в 6 стихе написано «Все дышащее дославит Господа». И если ты находишься в тревоге, если ты находишься в печали, если ты забыл все пункты, которые я тебе сказал, ты их не записал, ты их не запомнил, ты не понял, что пастор говорил. Есть всегда срабатывающее лекарство. стань посреди своих проблем, просто. Ты же дышащее существо, кто здесь дышащее существо? Просто раскинь руки и скажи, пока дыхание есть. Буду петь тебе, буду петь тебе. все дни моей жизни я следовать буду. все встанем. Только за тобой на полтону в жизни. пока дыхание есть. Буду петь тебе, буду петь тебе, буду все дни моей жизни. Я следовать буду, только за тобой, сердцем всем моим я буду петь тебе. Хочешь иметь мир в сердце? Хочешь не тревожиться? Славь Господа всегда и во всяком месте. И мир, который превыше всякого ума, он наполнит твое сердце. Именно это атакует Господь. Именно этого Он лишает нас. Потому что когда мы испытываем страх, мы поклоняемся Господу, не Господу, дьяволу. Когда мы испытываем сомнение, мы поклоняемся сатане. Но когда ты стоишь и славишь Господа, ты поклоняешься Господу. И Бог всегда, всегда, всегда на твоей стороне. И Бог всегда даст тебе мир в любых обстоятельствах. И этот мир Он соблюдет твои помышления. В Иисусе Христе. И все доверующие скажут Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благодарим тебя, славим тебя, прославляем тебя. Благодаря.